Это итоговый выпуск программы День с толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. Ну и, конечно же, главная новость последних дней. Виталия Манишина, обвиняемого по делу об убийствах более 10 женщин не могли поймать почти 35 лет. Наконец завершили расследование уголовного дела и направили его в суд. Вопросы хода расследования, личности преступника и другие интересные факты. А по всем об этом расскажет моя коллега Юлия Щепина. Деступление по поводу убийства абитуриента в политехническом институте совершал я. Виталий Манишин родился в 1971 году в селе Зеленая Дубрава Родинского района. В 90-х окончил Алтайский государственный аграрный университет, а затем стал работать главным ветеринаром в Шадрино. Был женат двое детей. Как человек по характеру могу вам сказать следующее. Он достаточно все-таки грамотный, образованный, производит впечатление, имеет высшее образование, занимал должности власти, очень хорошо умеет говорить, поставленная речь, формулировать вопросы, правильно отвечать. В общем, достаточно хорошо располагает к общению. Именно так он и располагал к себе своих жертв. Каждому находил свой подход. С некоторыми мог общаться порядка двух часов. Такой портрет описывают не только сотрудники следкома, но и односельчане обвиняемого. Мои коллеги тоже с ним общались. Общество согранились с нас. Ответственность в Востоке. Некрасиво, наверное, будет сказано. Некоменение. Имея награды. Они же не к домам. Там, я так поняла, одну бочку ставят? Нет. В нулевых ведомствами была проделана большая работа. Проверены тысячи людей и сотни фактов. В наше время пошли другим путем. И увидели связь убийства девушки в 89-м году к серии убийств девушек-абитуриенток. Мы сопоставляем ту информацию, которая есть в одном деле, в другом. Смотрим экспертизы судебно-медицинские, которые нам показывают, каким образом были убиты лица, как они перемещались, не перемещались, скрывались трупы, не скрывались. Все эти механические признаки, они создают картинку определенную, где можно судить о каком-то сходстве. Соответственно, мы отталкиваемся от информации, кого проверяли в этих делах. Но если мы видим, что человек непосредственно был на месте происшествия, один из последних, кто видел жертву, то к нему как минимум есть вопросы. Из интересных фактов. На одном из мест преступления Манишин был понятым. В 2000-м было сотни звонков, чтобы сообщить личность политеховского маньяка. Один из таких анонимов назвал имя Виталий Манишин. Появление в деле и смерть главного подозреваемого в те годы Анисимова обвиняемый воспринял как способ выйти сухим из воды. Мужчина отказался от нескольких адвокатов, так как не сходился с ними в позиции. Сейчас у него есть защитник, он признан вменяемым. Да, он говорит, я предполагал, что будет такой вариант, что рано или поздно за мной придут. И даже вопрос задавался таким образом, когда было бы лучше, раньше или сейчас. Ну, на что он ответил, что сейчас, ну, как сказать, и так, и так было бы, конечно, плохо. И как сейчас, и как раньше. Но, как говорит, если было бы раньше, ну, намного для меня серьезнее были бы какие-то последствия определенные. По мнению Зеленского, о сожалению Манишина сказать сложно. Но были моменты, когда он говорил о раскаивании. Ознакомившись, да, с результатами психофизиорического исследования, так называемый полиграф, потому что у нас были еще иные доказательства его причастности к тому времени. То есть, да, Манишин принял решение сотрудничать с следствием, написал явку с повинной. В ходе следствия, да, он указывал ряд мест, то есть, в том числе, ну, ранее неизвестных следствию. Делаем вывод о том, что такими данными мог обладать только тот человек, который совершал эти преступления. Напомним, дело рассмотрят в Калманском районном суде. Юридически, да, имеется понятие, что срок давности, как бы по особо тяжкому преступлению, что истекший. Но поскольку все преступления были совершены Манишиным санкцией, за которые предусматривал в свое время высшую меру наказания, то вопрос о применении срока давности решает только суд. И поскольку большинство эпизодов по месту совершения преступления были совершены на территории Калманского района, убийство, сопряженность, изнасилование и дело было направлено в Калманский районный суд. Всего, по официальным данным, Манишин совершил 11 убийств. Первое в 89-м и последующие в нулевых. У нас между первым, да, и последующими доказанными убийствами есть большой промежуток времени, и мы не уверены, что в это время не совершались убийства. То есть у нас есть достаточное количество дел, которые на сегодняшний день не раскрыты. Всего таковых порядка полутора тысяч. Самое первое дело числится датой 1956 года. В настоящее время принято решение начальником главного управления о цифровизации, перевод в цифру всех дел. И в том числе сведение различных списков проверенных лиц, отрабатывавшихся лиц. Я думаю, что это даст большой толчок в проведении аналитических исследований, в том числе с использованием современных методов, которые есть у нас. На данный момент существует специализированное подразделение по раскрытию преступлений против личности прошлых лет. В среднем в крае раскрывается порядка 40 таких уголовных дел. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. И еще одна громкая новость этой недели. Заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин отправлен в отставку. Исполняющим обязанности вице-премьера назначен Дмитрий Малыхин. Напомним, Лефортовский районный суд Москвы заключил Кибардина под стражу до 15 июля. По информации Банфакса, экс-чиновника задержали в Москве якобы при получении взятки в 18 миллионов рублей. Ситуацию накануне прокомментировал губернатор края Виктор Томенко. Информация о сути дела доведена до меня органами безопасности. В предварительной постановке оно не связано с непосредственной деятельностью на посту зампреда краевого правительства и с какими-то процессами здесь, в Алтайском крае. По крайней мере, предварительно. Тем не менее, обвинение серьезное. И улики заставляют нас предпринять определенные действия. Учитывая круг вопросов, которые Кибардин координировал и курировал, учитывая его должностное положение, конечно, это в определенной степени тень отбрасывает на все правительство и на всю региональную власть. Здесь нет вопросов. Принимаю это в первую очередь на себя. В микрорайоне Затон продолжают контролировать паводковую обстановку. На этот раз для мониторинга задействовали беспилотники. Частично потоплено уже больше 10 участков. Как проводят оперативные мероприятия, смотрите в следующем сюжете. Там деревья. Выше поднимите чуть-чуть. Так проводят обследование паводковой обстановки с применением беспилотников. Мероприятие в микрорайоне Затон проводит оперативная группа Барнаула и сотрудники главного управления МЧС по краю. В Затоне продолжает действовать режим повышенной готовности. Уровень воды по состоянию на 24 мая уже достиг отметки 551 сантиметр. Дальнейший прогноз развития обстановки следит в следующем, что у нас в верховьях реки Катунь и Бия вторые сутки идет стабилизация уровня. Мы прогнозируем по городу Барнула еще сегодня, может быть, сутки незначительное повышение уровня воды с дальнейшей стабилизацией. Для контроля обстановки сюда введена группировка силы средств в составе оперативной группы города. Установили, что на сегодняшний день частично подтоплено 12 приусадебных участков на улице Пароходной и переулке Перевозном. В ходе работ оперативная группа совместно со спасателями обошла более 150 дворов, которые в первую очередь подвержены подтоплению, в том числе 25 домов, где проживают маломобильные граждане. Кроме того, продолжается работа в ежедневном режиме подрядной организации. Дополнительно подводится подсыпка валов, проведена на улице Лоцманской, Затонской. Сегодня мы работаем на улице Синой. Эту работу будем продолжать и по ситуации, где будет требовать ситуация, будем производить дополнительную подсыпку. Необходимый запас глины в объеме 4000 кубов заготовлен резерв. Ситуацию держат на контроле в круглосуточном режиме. Состав сил и средств составляет 11 человек и 4 единицы техники. В дневное время количество людей и техники увеличивается. Юлия Щепина, День с толком. С сентября продавать алкоголь на час дольше до 22.00 смогут магазины Края. При этом так называемые наливайки, расположенные в многоэтажках, тоже будут торговать спиртным до 10 вечера, а не до полуночи или вообще круглосуточно, как сейчас. Закон об этом краевые депутаты планируют принять уже в июне. По мнению законодателей, он не только уравняет условия продажи горячительного для магазинов и наливаек, но и снизит спрос на сомнительный алкоголь, продаваемый нелегально. Также у магазинов вырастет выручка и, как следствие, увеличатся налоговые поступления в казну. Ну а мы переходим к другой теме. Два с половиной года колонии общего режима за дебош в самолете. Такое наказание получил житель Алтайского края за инцидент, который произошел в феврале прошлого года. Перед тем, как подняться на борт лайнера в столичном Шереметьево, мужчина выпил и в итоге практически весь полет проспал. Но когда самолет начал приземляться, мужчина отстегнул ремень и бросился в переднюю часть салона. Экипаж вместе с другими пассажирами смогли повязать дебошира, который со словами «Мы горим» ломился в кабину пилотов. После посадки мужчину передали полиция. На суде пассажир заявил, что не помнит того, что происходило в самолете. Бьет и оскорбляет детей. С такими заявлениями в нашу редакцию обратились родители нескольких юных хоккеистов. Они обвиняют тренера юношеской хоккейной команды «Алтай» в жесткости. В итоге родители спортсменов разделились на два лагеря. Одни обвиняют преподавателя, другие утверждают, что благодаря ему дети начали играть лучше. В конфликте разбирался Данил Кузнецов. Они ехали автобусом в команде. Ребенок захотел в туалет. Тренер сказал, что мы не будем останавливаться, писай в бутылку. Он писал в бутылку и описался. Но это все происходит на глазах у девяти-десятилетних пацанов. Ну что потом будет с этим пацаном? Естественно, будет какое-то гнобление, насмешки и прочее. Это не с моим конкретно случилось. Но дети подтвердили, что такой случай был. Таких историй, как говорят некоторые родители хоккеистов, произошло немало. Команду 2014 года в этом сезоне начал вести Владислав Янцин. Инициативная группа обвиняет нового тренера в оскорблениях и в том, что педагог поднимает руку на детей. По словам родителей, первое правило на тренировках – никому не рассказывать о происходящем на тренировках. Отсюда замкнутость юных спортсменов и снижение показателей на занятиях. Он перестал нормально играть. У него пропало желание на тренировки ходить. У него пропало желание играть. Он все может, все умеет, но ничего не хочет делать. Мы занимаемся у психолога. Конечно, есть альтернатива перейти в другие команды. Но нужно заново привыкать к коллективу. И потом. Иные школы либо дороже, либо значительно дальше от дома. По словам самого тренера, у команды в целом большие проблемы с дисциплиной. И в этом причина раздора. Как среди юных спортсменов, так и среди их мам. Никаких побоев и оскорблений, заверяет тренер, никогда не было. Хотя к некоторым инцидентам, запечатленным на видео, остаются вопросы. Не деремся! По словам родителей, дети дерутся постоянно. Тренер с потасовкой не вмешивается. Мол, пусть разбираются как мужчины. Я прошу родителей не лезть в это. То есть они хотят присутствовать в раздевалке всегда. А мы не увидим настоящего лица, например, ребенка, если над ним всегда стоять. То есть что растет, будет непонятно. Вы пацаны, это пацаны. Да, они бывают дерутся. Но никто там не говорит, давай, ребят, подеремся. Вообще без проблем. Делайте, что хотите. Все те же родители, которые обратились к нам, рассказывают о другом инциденте, который произошел уже во время выезда на соревнования. Из-за того, что дети плохо себя вели, тренер якобы их заставил отжиматься. И одному из спортсменов прилетело. Родители претензий не предъявляют ни тренеру, ни школе, потому что совершенно уверенно говорят, что там никакого контакта не было. Это родители, именно непосредственно ребенка. И мама, и папа. Они были приглашены в школу в беседе с тренером. Этот вопрос был как бы обсуждаем. И также тренер написал нам по этому поводу объяснение. Третий случай, по словам родителей, обернулся для ребенка простудой. Из-за того, что юному спортсмену пришлось стоять на льду раздетым. Такое наказание якобы понес ребенок за непослушание. Большинство детей при этом утверждает, дисциплинарные взыскания, конечно, суровые, но справедливые. Сами провинились, сами получили. Какое самое жесткое наказание делал тренер? Куркаться, отжиматься, выпор в лежу. Но это мы сами диноваты будем. Да. Ладно, а вот такой вот легкий подзатыльник, например, может быть? Нет, такого ни разу не было. В Министерстве спорта Края о конфликте в хоккейном клубе Алтай, как выяснилось, знают. Но поведение тренера, неподобающим или непедагогичным, не считают. При этом в ведомстве отмечают его эффективность. Команда стала занимать достойные места на турнирах. Владислав Сергеевич зарекомендовал себя как инициативный, стремящийся к профессиональному росту и самосовершенствованию. Молодой специалист, требовательный к себе, дисциплинированный. Янцен Владислав Сергеевич серьезно относится к своей работе. Занятия проводит интересно и грамотно. Не бывает такого, что если мы говорим, что у всего класса у нас в колоночку двойки стоят, тогда, наверное, вопрос к учителю. А когда у всех удовлетворительно, а у некоторых там у двух двойки, тогда, наверное, вопросы к ученикам. Между тем, обратившиеся в нашу редакцию родители подчеркивают, что пошли в СМИ уже от отчаяния. Прежде они подавали заявление к уполномоченному по правам ребенка. По словам родителей, оттуда письмо направили в Министерство спорта и МВД. Известно также, что по заявлению родителей, Новоалтайский межрайонный следственный отдел СК «Края» расследуют уголовное дело по факту ненадлежащего воспитания детей. Как говорят родители меньшинства, многие просто боятся открыто рассказывать о побоях и унижениях со стороны тренера, чтобы они не распространились на их детей. Мы же, в свою очередь, вернемся к этой теме после завершения следствия. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов, Владислав Ковалев. День с толком. Следователи проводят проверку по факту громкого инцидента в Бийском картинг-центре, где чуть не сгорел ребенок. ЧП случилось еще 18 мая. Десятилетний мальчик на картинге столкнулся с ограждением. В результате на нем загорелась одежда. Ребенок получил термический ожог тела. Его увезли в больницу. В ходе проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку организаторам мероприятия на предмет соблюдения мер безопасности и совершения преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности, жизни или здоровью потребителей. Проверку безопасности и оказание досуговых услуг детям проводит и прокуратура Бийска. Также предстоит установить причины и условия, при которых произошло ЧП. На днях в Барнауле добавили места, в которых теперь тоже ограничена скорость самокатов. К детским садам, школам и паркам добавили улицу Молотобольскую, две аллеи памяти десантников 6-й роты и Ленинградскую, а также набережную Аби. В этих местах скорость самокатов не должна превышать 15 км в час. Отметим, что с начала сезона уже зафиксировано 328 самокатных нарушений. Для сравнения, в прошлом году было чуть более 600 за весь сезон. В основном это пересечение проезжей части, движение вдвоем на одном самокате. За нарушение предусмотрена ответственность в виде административного штрафа. Также появилось еще одно наказание. Злостным нарушителям стали блокировать доступ к аренде самокатов, когда данные нарушителя заносятся в базу. Такие прецеденты уже были. Магазины начали переезд из Барнаульского ЦУМа на этой неделе. Некоторые отделы универмага встречают клиентов объявлениями о том, что торговая точка переехала на новый адрес. Напомним, на месте советского универмага планируют возвести комплекс разноэтажности. Такое намерение нашим коллегам сайту Толк подтвердил известный барнаульский предприниматель и соучредитель сети Мария Ра Евгений Ракшин. При этом о сроках начала строительных работ и сноса ЦУМа бизнесмен предпочел не высказываться. Между тем, в связи с грядущей реконструкцией здания, арендаторам известного универмага ранее были разосланы уведомления о необходимости покинуть площади до 1 июня. А дело начали закрываться. Кто-то не работает уже с 16 мая, кто-то с 22. На этой неделе мы уже все заметили, что комары-мошки пошли в атаку. В этом году, по прогнозам специалистов, их ожидается целое нашествие. Но пик роста численности назойливых кровососов придется на август. Насколько опасны комариные полчища, могут ли насекомые быть переносчиками заболеваний и как защитить себя от крылатых вампиров, расскажет Елена Макаренко. О том, что это лето на Алтае станет комариным адом, специалисты начали предрекать еще месяц назад. К сожалению, опасный прогноз получает все больше подтверждений. Температура, влажность и скорость ветра этой весной благопрепятствуют появлению в крае комариных полчищ. И первые комары и мошки уже пошли в атаку, отмечают барнаульцы. Ну, есть мелкая мошка, черная такая мелкая, кусает и большие боли прямо, если на ноге, то нога твердая становится, поднюкнутся. Они тогда кусают, я не могу спать. Мелкие, гадкие москиты. Пик роста численности кровососущих, говорят энтомологи, придется на август. Особенно много комаров будет в тех районах, которым вплотную подступала вода. Жители пострадавшего от паводка Оренбурга, к примеру, уже сегодня жалуются на то, что их почти жрут заживо. А специалисты спорят, насколько опасны кровососы. С таким же вопросом мы обратились к местным экспертам. У нас всего три рода, среди них особо опасных, то нет такого, чтобы выделить. То есть они, в принципе, все одинаково опасны, потому что они кровососущие. Единственный вопрос, что есть более приспособленные виды, есть более неприспособленные. Следовательно, сильно опасаться малярии не стоит. А вот вирусных заболеваний, это лихорадка, это энцефалит, это да. Опасность существует, и надо себя как-то защищать. Гуру по комарам, профессор Комарова, к потенциально опасным относит не всех комаров, а вампиров рода Айдес. Жало которых может принести лихорадку Денге, Чикунгуни, вирус Зика и желтую лихорадку. Первоначально это насекомое можно было встретить только в Африке, но сейчас уже и в Сибири. Они самые мелкие и считается, что на них никто не обращает внимания. Прививают на генетическом уровне различные виды заболеваний именно на комаров рода Айдес, которые могут переносить генетически модифицированные вирусы. Конечно, далеко не все заболеют, подчеркивает энтомолог, но риск есть для каждого. При укусах комаров обыкновенных, привычных нам пескунов, последствия не столь серьезны и все же неприятны. Сейчас очень много комаров, которые оставляют аллергическую реакцию. Наверное, новый вид насекомых появился, что ужасные шишки, впоследствии долго очень проходят. Заманали они, но вечером-то это вообще невыносимо. Вообще травить надо. В советское время, говорят специалисты, обработку от комаров вели повсеместно. Сейчас же опрыскивают локально, а потому энтомологи призывают людей защищаться от крылатых вампиров самим. И речь идет не только о репеллентах. Эксперты советуют опрыскивать себя разведенным кондитерским ванилином, носить одежду из хлопка с длинным рукавом и обходить стороной густые заросли. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Закон о введении обязательной регистрации и маркировке домашних животных может вступить в силу 1 января 2025 года. Автором инициативы выступили депутаты Алтайского ЗАГС Собрания. Причем предполагается, что зарегистрировать питомца можно будет бесплатно. А так называемое чипирование будет проводиться за счет хозяина. Подробнее расскажет моя коллега Юлия Щепина. Показано, не бойся. Дальше мы натягиваем кожу возле полки. Делаем прокон под кожу. И вводим. Так в ветклинике приюта «Ласка» чипируют поступивших животных. Причем всех без исключения. И бездомных, и тех, у кого есть хозяин. Чип – это современный удобный способ идентификации питомцев. Так называемый электронный паспорт. Там прикрепляется информация о владелец, породу собаки, возраст. Владелец, кто фамилия, имя, отчество. И, по-моему, город, откуда собака. Телефон хозяина еще заносится. В принципе, да, удобно, что поставил как укол. Она там пожизненно, никуда не девается. Но, опять же, минусы. Минусы иногда бывают, скатываются. Вы его ищете, например, на спине животного, а он скатился под кожей куда-нибудь на грудную клетку. И минус для бездомных животных, в чем, которые бегают, непонятно. То ли она меченая, то ли не меченая. Бирку мы издалека видим. Более привычные методы опознания хвостатых – бирка и клеймо. На бездомных животных их тоже обязательно ставят. В год их насчитывается порядка тысячи. А также становится более распространенной практика так называемых свежевыброшенных питомцев – чистых и ухоженных, но неугодных хозяевам. По статистике, их поступает примерно столько же, сколько и уличных. Мы проверяем, а вдруг такое случается. И у нас иногда бывает, что, короче, раз и уже чип был. А у него есть чип. Вот это как раз та история. То есть, видите, чипировать мало животного. Надо не только чипировать, но и вбить обязательно в базу. Вот мы вносим в Animal ID базу. И смотрим в этой базе, она такая общедоступная. Animal ID – международная база данных чипированных животных. Например, во многих странах Европы эта процедура является обязательной по закону. В России она только набирает популярность. Но соответствующий законопроект уже подготовлен Комитетом ОКЗС по аграрной политике. Сейчас законопроект рассматривается. И в том числе первым пунктом вводится регистрация и чипирование. Причем регистрация как таковая бесплатная. Предполагается на базе управления ветеринарией делать. То чипирование будет стоить. Все клиники уже сейчас предлагают такую услугу. И мы в том числе очень за это ратуем. Потому что для нас важно сейчас уже начать создавать эту базу. Закон может вступить в силу в начале 2025 года. По мнению зоозащитников, обязательная регистрация и чипирование животных позволит значительно сократить количество их недобросовестных хозяев. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. Забавная новость этой недели. Теперь на штрафстоянку могут поместить не только автомобиль, но и корову, лошадь или другое животное. Такая стоянка уже заработала в соседней республике Алтае в селе Шебулино. В первый же день на нее попали 15 коров. Так в республике планируют бороться с гуляющими без контроля животными, которые часто выходят на дорогу и провоцируют ДТП. Чтобы забрать своего четвероногого коня или корову, хозяин должен заплатить штраф и сумму за ежедневное содержание. Штрафстоянка в Шебулино первая, но организовать подобные планируют в каждом районе республики. И к другой теме. Почти в четверть миллиарда рублей обошлась новая поликлиника, которую на этой неделе торжественно открыли в Советском районе. Теперь здесь могут получать медицинскую помощь до 150 человек в сутки. Строили ее 4 года. Чем новое здание принципиально отличается от предыдущего и где еще в крае в ближайшее время откроют амбулатории ФАПы, смотрите в нашем сюжете. Раньше людей в Советском районе принимали в помещениях сельхозуправление. Маленьких, без туалетов и горячей воды было тесно и неудобно. Теперь у врачей большие кабинеты, отдельные процедурные, открытая регистратура, просторные холлы для ожидания, пандусы, лифты. А главное, новое оборудование. Впервые появилось рентгенологическое отделение. Самая наша гордость – это аппарат на два рабочих места, современный, цифровой, что самое важное. Никогда не было в районе у нас мамографа. Теперь он у нас есть. Жителям района приходилось ездить в город Биск на мамографию. Теперь наши жители смогут пройти у нас это обследование. Четыре отдельных входа для температурящих к фтизиаторам в женскую консультацию. Ковид научил перераспределять потоки. Консультация – особая гордость, хотя спад рождаемости отмечен и в советском. Сейчас у нас 50 миллионов на учете состоит. Поэтому, в принципе, тенденция у нас пока не снижается. То есть мы пока хотя бы держим эту планку. Поликлинику открыли рядом со зданием больницы. Так что все виды медпомощи жители будут получать в одном месте. Новое медучреждение построили в рамках нацпроекта здравоохранения. Обновление продолжится и в других районах. В поликлинике Советского теперь смогут получать медицинскую помощь до 150 человек в сутки. И обслуживать здесь будут более 15 тысяч жителей района. Принимать пациентов начали уже на следующий день после торжественного открытия. На этой неделе в крае отгремели последние звонки, но школьники и их родители уже готовятся к выпускному. Покупают наряды, арендуют банкетные залы и нанимают фотографов. Событие радостное, но требующее финансовых расходов, которые, несомненно, лягут на плечи мам и пап. Наша съемочная группа решила спросить у родителей выпускников, сколько в этом году придется потратиться. Мальчикам немножко попроще. Мне кажется, сразу в полтора дешевле. Обязательно и ресницы, и ногти, и прическу, и платья, и туфли на каблуках. Девочки, они затратнее, чем мальчики. Девочке около 30. Ну, в среднем, если для мальчика, да, в среднем, ну, это около 10-15. А банкет? Банкет еще. Ну, у нас там отдельно на человека складывается, ну, в пределах, наверное, 3-4-5. Нужно желание. Родители и девочки тоже, не знаю, порядка 20, наверное. 1022, так, в среднем. Ну, это вот банкет, фотограф, книга с фотографиями. И, соответственно, кто будет везти. На днях алтайские скифы вернулись из республики Коми. На всероссийском турнире Кубок Третьяка юные хоккеисты взяли серебро. Как прошел всероссийский турнир, какие планы и цели теперь ставит команда, знает моя коллега Мария Костылева. Не прошло и три дня после перелета, как юные хоккеисты вновь на родной ледовой арене. Итог всероссийского турнира – Кубок Третьяка серебро. И для начала это достойный результат. Среди 12 сильнейших команд страны наши парни вторые. Хоккеисты уже провели работу над ошибками и оценили, где нужно поднажать. Мы, наверное, плохо начали. Потом они нам начали забивать, мы, наверное, расслабились. Потом мы забили один гол и потом они еще раз забили. Юные скифы поставили цель – попасть призеры и попали. Накануне всероссийского турнира в середине весны парни играли товарищеский матч с московским «Спартаком». Заслуженный билет на Кубок Третьяка наши получили благодаря выигранному Кубку СФО. Я попросил просто настроиться на эту игру, потому что эта игра за первое место в группе. Соответственно, она дает минимум второе место. Мальчишки поняли. Все, потому что, ну, я вижу, все глаза горят. В финальной игре с московской красной машиной хоть победу и не одержали, но поборолись достойно. Есть куда расти. И зубы наши парни-хоккеисты еще покажут. Если мы не будем играть с сильными командами, мы никогда не станем сильными. Нам нужно всегда партнеры более сильные, чтобы было стремление. И рано или поздно ребята получат такой навык уже, который им даст даже морально не бояться никого, играть за Алтайский край, представлять Алтайский край. В свою очередь тренерский состав отмечает. Ребята уже подтянули технику, и это весьма за короткий срок. Скифы планируют и дальше набирать обороты. Спортивная злость и желание побеждать у мальчишек в крови. Для этого все есть на нашей базе. Самое главное – лед, условия, тренерский состав. Опять же, огромное спасибо, потому что не только я работал, все мальчишки с 13-м годом работали, все какую-то частичку вложили, как и менеджер нас. Поэтому будем развиваться, дай бог все получится. Сейчас упорные тренировки на результат идут полным ходом. Впереди большие планы. Сборы в Горный Алтай и подготовка к чемпионату России. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком. И любопытная новость в конце выпуска. Экс-министр иностранных дел Австрии, танцевавшая на собственной свадьбе с президентом России Владимиром Путином, собирается приехать в Бийск. Карин Кнайсель посетит местный технологический институт. Там она проведет лекцию, познакомится с историей Бийска и ведущими предприятиями Нукограда. Кроме того, Кнайсель собирается полюбоваться пейзажами Горного Алтая и Алтайского края. Что ж, такой была эта неделя. Я напоминаю, что телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. До встречи в эфире и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok